привет дорогие друзья рада вас видеть снова на канале сегодня у нас будет интересное занятие мы будем с вами тестить бумагу cancel me tense touch она абразивная или псевдо абразивная как ее еще называют то есть это плотная бумага такая 350 грамм или там 355 которая покрыта специальным составом абразивным вот такой шуршащий звук она издает если сравнивать ее с пастель мат на котором я рисую обычно про который мы с вами говорили она будет менее такая цепка она будет больше растушеваться и будет немножко хуже держать пастель то есть количество слоев которые вы можете на нее поместить будет немного меньше но все равно она довольно такая цепкая на ней работать приятно я не делаю на ней какие-то заказы до портрет я на ней не рисую потому что детали она передает меньше то есть для меня пастель мат подходит больше у этой фактура все-таки более крупная но для рисования особенно каких-то природных форм пейзажей цветов натюрмортов и так далее она подходит неплохо я знаю многие очень-очень ее любят и по цене она более приятная чем пастель мат поэтому если хотите начать пробовать интересные бумажки абразивный можно начать с нее у меня это видите даже здесь циферка 2 это та же четвертинка из набора абразивных бумаг мы с вами делали обзор на них сайта jackson's art вы можете заказать 7 видов разных абразивных бумаг и попробовать она там тоже была но ее можно и спокойно найти его в россии в странах снг то есть она присутствует она довольно распространена так давайте идем дальше мы будем делать с вами а подмалевок акварелию еще хочется сказать что вы знаете кто-то пишет что на некоторых сайтах да что она хорошо выдерживает воду она такая прям износостойкой ну это не совсем так то есть если вы полностью весь листик будете смачивать водой прям так яростно рисовать акварелью то она все равно поменяет форму она будет волнистой краешки особенно да поэтому мы с вами будем работать центральной частью то есть я покажу вам самый безопасный способ как мы можем сделать такой красивый легкий акварельный подмалевок и потом уже начать рисовать пастелью пастель будет все равно главное для нас приоритете акварель будет просто давать такие легкие переливы и фон ну что акварель да у меня вообще самый обычный это детский набор акварели я ее использую для вот для подмалевку просто чтобы было несколько цветов вокруг то есть в этом плане я не заморачиваюсь вы тоже можете взять самый обычный акварель если есть хороший акварель ну конечно тоже она подойдет пастель у нас будет разная буду называть все чем я пользуюсь вокруг я здесь не видно но все все заставила различные мелками карандашами акварельными так и но и для начала до начала будем делать подмалевок я подготовила уже водичку у меня кисточка обычная вот такая вот белочка использую я ее не часто но в данном случае она подойдет кстати можно использовать и синтетику все-таки абразив довольно грубый да поэтому очень нежные вот такие белочки могут немножечко страдать или имитация белки тоже хороший вариант у пенакса по моему была очень неплохая имитация так по композиции да что мы с вами видим сейчас будем немножко выяснять потом уже работать светом референс я прикреплю в описании чтобы вы могли открыть картинку и по ней рисовать нас будут розы такая одна вторая и рядышком может быть сделаем еще третью это вся композиция представляет собой букет там есть какие-то и другие цветочки и мы будем как раз использовать эти цвета будем строить нашу работу на сочетании теплых таких даже немножко в чайный оттенок розочек и холодных листьев и цветов вокруг где-то там даже небо вроде бы просвечивает да как будто букет на окошке стоит но может быть может и нет может я так додумываю ладно давайте не будем затягивать поехали я даже видите как я схитрила я не использовала не положила себе палитру потому что буду просто вот такими нежными оттеночками рисовать то есть я наношу единственное меня кстати могут быть волоски от моей белки да поэтому но когда все высохнет мы их уберем поэтому если вас будут смущать вот эти волоски у меня то не пугайтесь на края я не захожу да то есть я делаю просто вот такой подмалевок почему нужно здесь любая акварель потому что цвет все равно поменяется перемешается с серым станет более нейтральным я сейчас просто так вот по пятнам раскладываю где у нас будут цветы где будут листья и так далее вот здесь где у нас желтая роза тут можно какой-то легкий такой золотистый оттеночек добавить даже с оранжевым и для меня важно чтобы получились красивые переходы по высоте сейчас посмотрим где будет роза заканчиваться вот как-нибудь вот так вот надо будет ее довольно крупную сделать все таки так такое прям супер творчество все растекается все очень легкая рядом добавляю зеленый мы можем кстати еще сделать с вами набросок тоже будет красиво будет интересно смотреться листики тоже я рисую так вот чуть-чуть их обозначаю это туда все равно что мы с вами намечаем карандашом такой вот предварительный чтобы мы понимали где у нас что будет там есть такой синий цветочек можно его показать причем какие-то участки мы с вами так и оставим акварельными мы не будем их полностью пастелью закрашивать где-то очень яркой зелень идет здесь листики стебельки у розочки специально немножко такие рваные края оставляю до чтобы это выглядело интересно будет красивое сочетание вот этой легкой такой небрежности нашего первого акварельного слоя и прорисовочка уже с с пастелью главный цветок я думаю мы с вами прорисуем оставим такие вот более мягкие расплывчатые цветочки на дальнем плане да то есть просто по пятнышкам можете возвращаться и к тому слою на котором уже были да вы здесь например был у нас голубой там где он подсох вы можете добавить или линия останется довольно четкой если слой не высох то будет растекаться что тоже неплохо так то сделаем еще одну розочку цветы рисовать вообще довольно приятно да потому что так расслабляешься не нужно ничего точно высчитывать ничего особо примерять не нужно можно просто получать удовольствие так но еще немножечко сделаю плотнее где-то зелень какой-то супер темный цвет да я делать не буду специально я хочу чтобы все осталось довольно нежным и светлым видите когда я мокрый слой он более темный высыхает все становится намного светлее плюс перемешивается с серым оттенком бумаги и все такое очень мягкое становится я прикрепила на лягушку с обратной стороны бумаги поэтому видите меня так сдувается если вы много водички используете либо знаете что будете выходить за края то скотчем проклеиваете по всей ширине чтобы бумага никуда не убежала принципе здесь на камере не сильно видно но у меня она вот как тесто знаете так вздувается просто от воды в постель матом естественно до такого не происходит мы помните с вами артишок рисовали она намного плотнее намного намного сама вот это даже бумага как основа там она другого качества здесь она такая попроще серединку хочу найти сделать ее чуть-чуть ярче вот так так отлично давайте капельку желтого можно вокруг то есть все вот эти яркие открытые цвета из нашей детской акварели они видите с серым совсем становятся другими такими благородными так много увлекаться тоже не будем теперь я оставляю все это подсохнуть и вернусь к вам когда уже все высохнет и мы посмотрим что получилось ну что наша работа уже подсохла получился вот такой акварельный подмалевок я даже добавила где-то наброска и получились вот такие красивые пушистые разводы давайте теперь мы сделаем контур обозначим формы нашего главного цветка розы и потом приступим к работе с фоном а дальше добавим на нее детали чтобы она у нас была самая такая объемная и реалистичная и вот так понемножечку со светлым мелком как раз мне подойдет такой светло-желтенький я посмотрю где располагаются самые крайние наши лепесточки и кстати можно сразу обратить внимание да как легко будут растушевываться у нас слои да то есть разница есть если сравнивать вот с тем же с пастельматом на которой мы работали я буду отталкиваться от формы конечно розы ну и плюс подстраиваться под тем пушистые разводы которые у нас получились здесь будет наш самый верхний лепесточек что-то шумит прямо у меня за окном надеюсь не слышно какая-то техника что ли ли самолет так потом не но не самолет что такое здесь пойдет еще один лепесток то есть просто края нашей общей формы сейчас найдем и тут у меня какой-то овал скорее получился непонятный нам нужно сделать розу все-таки более пушистую и кругленькую линия такая поисковая до чтобы я нашла просто пока чертания моего цветочка так еще наверное немножечко в виду вправо потому что роза это главное и хочется ее прорисовать поподробнее так с левой стороны теперь тут у нас два таких лепестка и его сюда на центральную часть потом мы вот так переходим такая как звездочка по форме получилось видите довольно легко растирается довольно легко все это перемешивается сейчас посмотрю может быть еще чуть-чуть сделаю ее крупнее и может быть немножечко пониже так и середина кстати скорее всего у нас переместится ой переместиться вот сюда куда-нибудь на вот так вот за счет того что легко слои перемещаются на легко все это растирается то нам удобно таким образом намечать так как акварель попадает в глубокие слои бумажки то она становится просто как фон и бумага особо свои свойства не теряют то есть она и остается такой же фактурный какой и была так розочку наметили можно чуть-чуть давайте посмотрим бы здесь еще лепестки потом сделаем повыше пока что она вот такая вот смешная у нас также можно еще показать где будут находиться цветы вот здесь в левом уголке я такой прям легкий намек на розочку сделаю хочу оставить края акварельный здесь такие пушистенькие и теперь займемся правым верхним уголком тут покажем что тоже у нас идет розочка сегодня наверное будем в основном с мелками работать карандаши только для каких-то дополнительных деталей оставим вот так немножко смягчаю пока мне этого достаточно будет только наверно чуть-чуть передвину ее все-таки с поближе к нашему основному цветку чтобы это выглядело лучше по композиции вот так но где-нибудь здесь она у нас будет так давайте займемся теперь всем то что находится вокруг сделаем такой мягкий фон и заодно будем обрамлять форму наших лепестков понадобится нам темно-зеленый оттеночек у меня такой есть в наборе вот этот набор для сонелье портрет здесь очень красивый вот такой вот зеленый он выглядит даже таким как чуть ли не черным да потому что он действительно насыщенный очень хороший там пигмент его довольно много и обычно знаете но необычно бывает да когда марки попроще а очень разбеленные темные оттенки может быть вы обращали внимание то есть синий он какой-то не синие какой-то белый с серо-белым разбеленным насыщенный красный вот а когда пастель хорошая ручной работы например да то там пигмента много него не жалеют и поэтому темные цвета они действительно темные такие вот плотные насыщенные по оттенку сейчас будем сами убивать двух зайцев делать форму лепестков такую интересно и обозначать сами листики у розы я имею ввиду зеленый да так ну чуть-чуть если будет у меня другая форму ли лепестков ничего страшного так нахожу где примерно серединка и вот такими широкими движениями буду находить наш листик главное весь акварельный фон не закрасьте меня такое может случиться так например на такой листочек обозначили повторюсь до что прорисовки сильный на фоне на листиках у нас не будет мы оставим все это на розочку растушевываем и главное очень много пигмента не наносить и носить много пастели потому что бумага хорошо растушевывается по ней хорошо распределяется пастель и если у вас яркий мелок вот как у меня то этого будет вполне достаточно даже вот этими крупинками пастели можно будет доделать и то что находится рядышком поэтому где-то можно даже будет пальчиком вот так рисовать действительно что-то так у меня прям шумит не вижу что но не знаю будет потом слышно не будет какой-то гул прям такой что это может быть за техника так окей пускай где-то просвечивает еще акварельный слой и посмотреть да если на этот листочек то там серединке просвечивает красиво такой теплый зеленый вы можете это сделать взять какой-то зеленый более желтым оттенком например вот такого плана а это у меня стики таки довольно твердые от jackson's принципе мне они понравились я добавляла их довольно много в последние работы так что они в ничего на тверденькие конечно но вроде работают неплохо но хочется знаете что сказать что для конца метен стач конечно хорошо на ней работает мягкая постель какая-то экстра софта не прям подходят друг дружке особенно если такие живописные работы мы делаем они вместе сочетаются такой намек небольшой на прожилочки можно сделать здесь пускай у нас темные участки и остаются только чуть-чуть подчеркнем серединку листика видите сколько лишний постели лишнего слоя так давайте немножечко немножечко чего-то холодного мне хочется добавить какой-нибудь возьмем синий он заодно будет и неплохо подчеркивать саму розу танк хочется прям такой живописный момент сделать и она еще так шуршит конечно не сравниться постель матом а вот более мягкие мелкие вот эти например да то есть даже те же сонелье они друг от друга немножко отличаются еще такой лайфхак выбирайте чистые пальчики для новых участков например одним растушевывайте зеленый другим синий это будет удобно ну и конечно при такой работе рядом не помешают и сухие и влажные салфеточки так теперь мне хочется какой-то поярче подобрать зеленый во первых он сможет где-то очертить сделать более понятную форму листиков если нам это будет нужно эти красиво смотрятся яркие оттенки так и то же самое снизу чуть-чуть еще смягчаю лист чтобы форма его не была такой прям четкой так давайте посмотрим что еще у нас вокруг интересного находится что можно темно-зеленым выделить я думаю верхней части поработаем много пигмента видите поэтому более сухой эффект у вот этого зеленого потому что там меньше белого в составе а например вода для сравнения тот же самый вот такой вот голубенький цвет он так не шуршит и ложится более мягко а можно кстати не везде растушевывать где-то оставить его такую пушистую линию хочу какой-нибудь еще взять голубой чтобы более лазурный оттеночек был и с ним где-то выделим также наши цветы так где-то здесь будет еще листочек вот мы для него местечко оставим здесь тоже есть такой голубой уже вот так вот поживее вся наша история смотрится поярче кончик какой-то место ну ладно пускай пускай пока он такой будет дальше здесь равно у нас появится еще один листик на розе зеленый добавляем еще вокруг то есть прям вокруг нашего цветка идем и можно выделить каким-то каким-то посветлее голубой фон перемешать здесь парочку голубых чтобы показать это за свечение свет из окошка который там есть на слишком светлым его не делаешь опять же чтобы роза оставалась самой светленькой края да особенно не имею ввиду так это мы сделали давайте мы перейдем наверно к правому участку потом уже внизу фон доработаем что у нас интересного на вот этой розочки которая справа да давайте сделаем сначала ей форму чтобы ее там найти вообще возьму вот такой вот оттенок такая охра будет это галере у меня мелочке тоже они довольно твердые но для этих целей в принципе нормально нам подойдут я намечаю как идут краешки у лепестков то есть где идет собственно наша роза кстати сейчас по цвету смотрю у меня был еще такой хороший коричневый карандаш он здесь тоже снова пригодится довольно мягкий можно им еще это сделать это конте такой 054 оттенок вот он как раз по цвету будет похож на такие теплые но в то же время коричневатые краешки у розы продолжаю делать прорисовочку карандашом и можно сразу пальчиком вниз вот так вот оттягивать темный цвет чтобы розы становились объемнее давайте дальше разбираться у нас есть два лепестка и теперь сделаем тот который посерединке находится даже здесь их несколько там да вот такие вот краешки идут где-то острые уголочки это роза уже такая какая-то более темненькая вот так они туда пускай уходят также чуть-чуть пальчиком смягчаем так сейчас уберу все лишнее чтобы нам не мешало уже такой симпатичный получается нежный переход да потому что мы сделали краешки а где-то у нас остались светлые участки которые до этого мы с вами делали давайте еще наверно светлого добавляем нужно будет только уйти потом чуть-чуть в лимон и видите есть такой зеленоватый у нее оттеночек такой прям салатовый чуть-чуть присутствует поэтому я добавлю желтенький и потом возьмем какой-то более лимон это сейчас она начинает в кремовый да что ли такой прям переходить и опять же эту эту розу пока мы не прорисовываем сильно так посмотрим что у нас может быть из более яркого вот чуть-чуть такого желтого как раз он будет при растирании становиться таким зеленоватым немножко вот так вот сделаем поярче и и кстати был у меня вот этот красивый деле ровни он такой чуть-чуть чуть-чуть как будто с зелененьким и светлого нам здесь подойдет где-то добавить такой холодильник который будет нам тут нужно так и давайте смотреть где идут светлые участки чтобы их выделить можно даже где-то на желтые места попадать так ok немножечко яркости еще с правой стороны повернем еще яркость таким салатовым пятнышки сделаем несколько и можно сделать кстати прорисовку самих листочков давайте кстати попробуем как будет смотреться вот такой зеленый он не совсем зеленым более плотненький такой в серый даже но если что мы на него добавим еще дополнительный цвет просто он более сухой и не будет так сильно мягко ложится как вот этот зеленый вот санелье ну и плюс мы сможем более тоненькую линию сделать показываем как идут листочки он даже видите такой чуть-чуть серый можно сказать наметим сейчас помощью него основную форму и потом чуть-чуть и вот редактируем по цвету так чуть-чуть изменила да сделала более волнистым участок и так как у меня вот эта роза передвинулась чуть-чуть поэтому стебелек мне нужно будет тоже переместить вот так так дальше пальчиком я легко провожу чтобы более гладкой стала форма красивый тоже цвет не совсем он здесь как бы наш но но так неплохо смотрится мне нравится он такой сложный добавим яркости с более насыщенным изумрудным оттеночком сейчас просто делаем разнообразнее все цвета и где нужно затемняем где-то смотрим где цвет более теплый становится так ну и конечно теплоты вот сюда да там где ближе к свету нас идет участок там прям будет больше салатового и его же салатовый можно куда-то поместить на лепесточек так наверное чуть-чуть осталось нам смягчить потому что она у нас все-таки вдалеке до чтобы она была не такая четкая вся розочка чуть чуть помягче и и будем с вами дальше уже идти так этот кусочек можно сказать мы с вами сделали давайте еще левую сторону доредактируем надо делаем там кстати можем взять и прям поярче зеленый тоже обрисовываю форму лепестка ближайшие дам к нам розы и тут покажем еще цветочек который будет заметен буду смешивать эти два оттенка вместе потому что слишком ядерные до 1 на раз зеленый такой базовый набор что вы хотите на от него ну вот вместе получается более менее да и затем ним немножко с нашим темным зеленым видите насколько он мягкий что значит экстрасофт пастель просто дотрагиваешься все очень большое количество пигмента сразу остается на бумажке не нужно не сильно давить на на мелочек да ну и конечно цвета тоже интересные вместе получаются красивые сочетания так все где-то здесь акварельные моменты пускай у нас остаются чуть-чуть сейчас вот здесь посмотрю немного ли мне синего и кстати там есть какие-то уже прям в блюре такие моменты зеленым тоже можно их добавить так перейдем давайте тогда к цветочку сделаем сначала то же самое как и с другой розой добавляю контур просто чтобы по форме до разобраться что там у нас происходит по лепесткам чуть-чуть смягчаем теперь пальчиком и давайте мы выделим самые светлые участки то есть где будет самый яркий свет здесь возьму какой-нибудь еще посветлее сейчас желтенький посмотрим кто там подойдет может быть вот такой вот в принципе столько оттенков да ну вот желтого который уходит чуть чуть зеленый прям такого меня нету поэтому будем его сами смешивать это тоже интересно так цвет мы с вами добавили потому что там тоже нужно создать себе похожий оттенок с вот этой зеленцой такой легкой еще по светлым участкам чуть-чуть проходимся как там у нас красиво вот так лепестки поворачивают так я думаю не будем здесь сильно долго останавливаться может быть только сейчас чуть-чуть еще зеленым так проработаю видите какие они хорошие такие толстячки вот эти карандашики приятные очень прям толстый толстый такой срез вот все делают примерно одинаковые по толщине до карандаши пастельные они прям решили таких толстеньких сделать так красивые конечно карандаши и про мягкие мягкие приятные этот кусочек у нас тоже есть давайте сделаем левую область и потом еще правую доделаем приведем в порядок наш лист что-то хочу его покруглее что ли сделать ну посмотрим с левой стороны мне кстати нравится как вот сейчас да вот так нежно акварельно все выглядит но нам нужно все равно выделять с вами нашу розу прекрасную поэтому давайте возьмем зеленый который у нас был такой вот сложный дели ровни который чуть-чуть он с сереньким да немножко с таким и с его помощью мы сделаем легкий контур я буду наносить и сразу чуть-чуть растушевывать где-то постараюсь акварельные моменты оставить плюс у меня такая немножко да вот здесь путаница получилась сейчас попробуем с этим разобраться здесь идет нижний слева лепесток а тут уже выходит кстати вот этот может быть увеличить его немножко давайте да по этому контуру я сделаю вот чуть-чуть наношу и от цветка я растушевываю делаем для того чтобы в будущем выделялся наш светлый цветок ну и показать что там тоже зеленый находится так и по листикам да примерно нам показать что у нас тут здесь листья тоже повыше кстати будет вот этот зеленый кусок и здесь сделаем тоже такой намек на на тоненький листочек я бы чего-нибудь более теплого вот такого плана сейчас добавила и можно кстати немножко нашего яркого вот такого изумрудного так вот так вот легко легко где-то видите даже акварель будет просвечивать будет красиво смотреться теперь нам нужен с вами такой холодный цвет но довольно светлый сделаем несколько ярких но холодных акцентиков как будто в глубине там светится вот такой оттеночек кстати он мне нравится не помню какие-то уже были мелкие но какие-то совершенно обычные потому что они такие довольно тверденькие да прям уже прям уже не вспомнить они почти под закончились у меня так пока что эту сторону давайте оставим вот сюда хочу перейти здесь у нас была подложка уже с темно-зеленым здесь идет тоненький такой контур листика который на нас смотрит и вот здесь тоже хочу обрисовать один листик сделаем ему такой красивый светлый край и вот этот большой я его хочу немножечко вот так вот скруглить будет изящнее смотреться такой изумрудный как будто немножко развеленный да но вместе с таким вот желтым и с кремовым они красиво смотрятся чуть-чуть растушевываем да то есть по сути листочки все равно угадываются не то что мы сильно как-то прорисовываем так намек давайте на еще один лист здесь чуть-чуть ярковат зеленый вот этот но мы его захолодим обязательно прям вот так страшно мне брать грязными руками пока что еще чистые мелочки но что делать добавляю вот такой голубенький поверх зеленого вот сразу он будет делать свет более холодным ну и более светлым конечно такие несколько акцентов поставили и возвращаемся снова к темному зеленому делаем теперь уже верхнюю сторону листочка снизу тоже тень появится я сделала специально прям мало несколько полосочек чтобы всю вот эту пастель вот так вот растушевать и рисуем пальчиком получается вот пальчиком такую форму создали плюс где-то красиво там светится синий пускай он там и остается и еще один листик здесь находится объемный тоже его хочется передать вот так другую сторону давайте сначала растушуем и добавим потом туда немножечко светлого какого-нибудь прям даже яркого зеленого вот так 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 это мы с вами сделали наверное парочка затемнение еще сюда Это очень светлый смотрится. Вот так. Так, давайте проверять наши листочки. Парочку ярких участков можно добавить, таких прям пятнышек. Чуть-чуть ярче хочется сделать наш голубой. Сейчас подумаем, какой давайте. Вот такой вот яркий возьмем мелок. И на синий несколько акцентов. Не будем там прорисовывать сильно цветочек, просто сделаем немного понятнее, что он там есть у нас. Так. Вот постоянно сверху такая сухая пастель остается, которую хочется убрать. Потому что не супер цепко все держит бумага. Так, все прекращаю этот листочек мучить. Чуть-чуть с вами вернемся к левой стороне. Я хочу парочку буквально затемнений каких-то добавить. Так. Чуть-чуть где-то поплотнее. Есть такой листочек прям суперсветлый, который здесь яркий вот так вот виден. Давайте его наметим. Маленький такой листик. Крайшик у него можно подсветить. Так. Сделали-сделали. Давайте еще разочек смотрим по фону и идем с вами дальше. Несколько бликов на наш центральный листочек. Да, чтобы чуть-чуть там тепло было побольше. Ну что, подготовительную часть мы все с вами сделали. Осталось нам доделать самое главное. То есть нашу розочку. Сделать ее. И давайте приступать. Серединочка у нас плотненькая. Плань довольно темная из всей розы. Да, то есть она насыщенная по цвету. И также нижний участочек. В любом случае нам нужно будет сейчас с вами найти вообще все лепестки. Хотя бы основные, которые нам нужны. Опять таким коричневым теплым карандашиком я обозначаю. То есть чуть-чуть разбираем нашу форму. Здесь находится светлый лепесток, который так почти фронтально у нас смотрит. Вот так его выделили. Он уже более светленьким становится. И как проще всего рисовать лепестки у розы. Вы начинаете с какого-то одного. И потом к нему уже подстраиваете всю остальную историю. Потому что, конечно, глаза разбегаются. Лепестков много. У кого там как делать, непонятно. Поэтому просто с первого шага, да, с первого лепестка так и начинаем. Можно выбрать там нижнюю часть, например. И вот так вот тихонечко вы идете наверх. Но в то же время примерно по пропорциям проверяете, да, что примерно где середина. И скажем, что вы к ней вот туда идете. Так, идет следующий лепесток. Сейчас вот такую вот вороночку прям из этих лепестков соберу. Потому что пока что был у меня только контур. И остальное было непонятно ничего. Если здесь у нас идет большой, да, его довольно много видно. Тут идет макушка еще одного лепестка. И это уголок вот этого. И здесь мы можем уже прийти к середине. Прийти к серединке. Только вот этот холмик будет левее. Вот так. Да, то есть серединка у меня очень сместится. Красивый цвет, да, такой прям розово-оранжевый там. Так. Серединочка теперь. Сделаем ее вот здесь, наверное. Так. То есть здесь будет вот это все самое интересное происходить. Да, то есть вот тут будет наша серединка. Тут идут лепестки вокруг. Ну, почти собрали, да. Так, этот мы нашли с вами лепесток. Здесь идет тоже такой вот красивый, он как поворачивает. Вот, мы видим его толщинку. Этот мы с вами сделали. Потом идет еще один нам остался. Уходит вниз. У него такая складочка довольно темная. Ага. Да, нормально, нормально. Сейчас проверим. Чуть-чуть у меня вроде выше середины вышло, но ничего. И этот можно будет потом чуть-чуть подувеличить, да. Хорошо, мне кажется, неплохо. Давайте мы серединки тогда и начнем. И подберем оттеночки. Что у нас внутри? Цвет такой розово-кирпичный, я бы даже сказала. А вот в самой глубине он похож даже на бордовый. Возьму вот такой вот мелочек, тоже сонелье, он очень мягкий. И сейчас с ним я поставлю самые темные участки, которые в середине я вижу. А дальше от них мы уже будем и все остальное делать. Так, сделали. Цвет очень, на мой взгляд, похож на такой кирпичный, можно сказать, оттенок. Сделаем, как мы с вами обычно делаем, то есть темный цвет, а потом добавим немножечко осветления. И сегодня, видите, такая у нас прям будет живописная работа. Может быть, даже я на одних мелках ее сделаю. Попробуем, да? Потому что на этой бумаге все-таки именно мелочки как-то просятся. Ну а дальше он уже скорее в рыженький такой оттенок. Поэтому сейчас просто раскладываю по цветам, да, где какой цвет. Дальше будем делать прорисовку уже светлую и более такую понятную. Сразу так, поярче становится с оранжевым. Бумажка у нас хорошо перекрывается. Так. Так, так, так. Теперь чуть-чуть еще снизу. Дальше пока не буду заходить. Наверное, вот остановлюсь на серединке, чтобы нам ее сделать. Дальше цвет становится уже, кстати, без рыжего оттенка. Скорее, это какая-то охра. Даже желтенький такой. Вот так, поэтому такой добавим. Там такое теплое, такое солнечное, золотое, да. Даже, можно сказать, идет свечение. Присутствует также на вот этом лепестке. Сейчас я его найду заново. Вот здесь проходит еще желтый цвет. Вот сейчас, когда будет тон появляться, будет чуть-чуть попроще. Со всей этой красотой разобраться. Наношу прям немного и довольно хорошо растушевываю. Где-то, где нам нужно, пускай светится серая бумажка. Пускай остается. Так. Продолжаем нашу красивую серединку делать. Вот такой берем оттеночек. Он как раз очень на нее похож. Это сочетание такого оранжевого с белым. Такой вот он, закатный, красивый цвет. Легенький. И острой стороной я буду находить, возвращаться снова к нашей середине. Поэтому там, где у нас светло, я введу контур. То есть это верхняя часть каждого из лепестков. Берем дальше чистый пальчик и вниз я вот так вот оттягиваю. Где-то смягчаю. Можно будет добавить еще второй слой. Сделать поярче. Так. И делаем еще один светлый контур. Лепесток, который тоже так опоясывает серединку. С правой стороны цвет более яркий. Слева он в тени, поэтому и темнее становится, соответственно. Где нужно, да? Я чуть-чуть смягчила. Вот так. Так. И давайте теперь к нашей середине мы подходим. Два нижних лепесточка мы сделали. Есть довольно большая светлая площадка наверху. И от нее такими волнами расходятся лепестки. То есть вы сейчас просто добавляете линии на светлые участки. Главное так вот аккуратненько все это сделать. И прям вот внимательно вглядывайтесь в середину. Что там у нас происходит. И еще одна линия у меня здесь будет. Уже, да, больше на что-то похоже. Чуть-чуть добавлю круглее линию справа у лепестка. Так, и здесь по возможности, смотрите, если нужно, вы можете карандашом вернуть затемнение. Да, там где они ушли, например. И что еще? Что еще? Нужно будет выделить нам верхнюю часть. Там цвет у нас понасыщеннее. Я добавлю капельку такого кораллового наверх. Да, чтобы слишком таким серым все это не выглядело. Потому что середина, она прям очень такая с розовым. Вот чуть-чуть цвета добавим. И можно будет светлым, даже белым карандашиком сюда акцентики добавить. Наверное, знаете, даже еще мне хочется чуть-чуть посветлее. Сейчас добавим этот коралловый. И потом, наверное, еще возьмем какой-нибудь вот такой рыженький туда. Прямо, чтобы поярче-поярче там было в глубине. Так. Отлично. Теперь давайте возьмем белый карандашик. Предлагаю какой-нибудь такой яркий. Яркий. Яркий в смысле прям белый, насыщенный. Давайте поищем, где был мой Generals. И по верхним, по верхним таким слоям проходимся. Наша задача будет сейчас немножко цвета перемешать. И добавить светлых бликов туда. Он ложится неплохо. Где-то, конечно, он может, если у вас большой слой, вот так вот, да, как у меня сейчас происходит, он как бы чуть-чуть счищает все это. Но все равно он хорошо заметен. И видите, свет прям очень вытягивает. Так. Давайте еще разочек разбираем середину. Эти середины у роз, да, самое такое. Таким внимательным прям нужно быть. Очень-очень. Пионы еще сложнее. Столько лепестков. Так. Да, вот так вот по вершиночкам проходитесь. Там, где светлые участки, можно с нажимом. Где темнеет, а там не в полную силу делаем. И чтобы линия была такая вибрирующая. То есть где-то прям сильнее, где-то отпускаете, делаете слабее. Потому что эта форма у нас живая, природная, да. И она должна получиться такой прям легкой, живописной. Чтобы она не выглядела какой-то пластиковой. А наоборот, линия у вас неоднородная, волнистая, прерывистая и так далее. Так. Угу. Угу. Хорошо. Хочется мне каким-то чуть-чуть розоватым все это посглаживать немножко. Да, там, где есть необходимость. Хотелось без карандаша, но, видите, никак, никак не получается. Без него хочется, конечно, прям деталей, просится. Ничего не могу поделать. Капельку затемнения в середину. Да, то есть какие-то уголки, в которые не подлезть мелочкам особо мы делаем карандашом. И уже становится такая более, она контрастная, более объемная серединка. Видите, рядом со светлым я добавляю цвет потемнее, и они начинают друг к дружке помогать быть ярче. Так. Все, давайте немножечко расслабимся, пойдем дальше на большой лепесток. Вот этот, например, вот этого товарища сделаем. Как-то, знаете, начали рисовать, была как-то такая усталость сегодня. Не усталость, может, из-за погоды, не знаю. А как вот процесс рисования у нас пошел, как-то прям бодрее стало. В общем, хороший этот процесс такой, бодрящий и расслабляющий одновременно. Кстати, форма у меня не похожа. Мы ее сейчас попробуем сделать более понятной. Ну, главное, чтобы у вас не были они очень симметричные. Если они, как бы, классные, волнистые, но чуть-чуть отличаются, то не страшно. Так, снова, где мой карандаш? С ним мы будем... Кстати, знаете, что, вот, не успела я предостеречь себя. Я уже забываю, да, что более марки, получается, более марки работы на такой бумаге. Видите, как я все заляпала, да? Вы так не делайте. Сюда можно подложить участок бумажки, либо кальки. Все, я вся зеленая. Ну, ладненько, это мы вот так с вами растушуем, как будто ничего не происходило, и потом можно будет клячкой убрать. Да? Хотя буду стараться сейчас на весу делать. И на весу заодно линия будет более волнистая. Делаю это не белым, а вот таким розовым, особенно Стабила. Стабила, они не сильно яркие, скажем так, карандаши, да? Прямо они такие нежно-мягкие. Так. И еще, да, давайте смотреть, что там у нас происходит интересного. Возьму снова такой красный, он как-то подошел прям. Здесь выделяем чуть-чуть серединку. И нужно будет нам взять оранжевый. Оранжевый карандашик. Здесь он, конечно, довольно яркий. Даже это красно-оранжевый я сказала. Ну, давайте попробуем с вот таким. Так, немножечко растушевываю. Нам нужно, конечно, вот это свечение, но его сделать нужно аккуратно тоже. Да, то есть с левой стороны больше желтого в глубине. Где-то есть желтенький. Но, несмотря на это свечение, форма все равно должна оставаться довольно плотной. Вот этот кусок, я имею в виду. Вот так чуть-чуть форму мы поправляем. Давайте с белым карандашиком. Где он у меня был? Я его потеряла. Чуть-чуть добавляем контур. Светленький. И можно сделать такой намек на прожилки. Можно все не прорисовывать. Просто показать, что вот там есть такая фактура. И контур, контур вот справа чуть-чуть выделяем. Здесь интересный будет участок, потому что тут цвет должен быть темнее, чем лепесток, который за ним находится. Поэтому можно его слегка протонировать каким-нибудь коричневым. Прорисовываем вот этот уголок, скажем, немножко. Вот так. И теперь здесь делаем более светлый оттенок. У меня где-то был очень прям классный, светлый. Вот этот, по-моему. Прям он такой бело-бело-желтый. Кажется даже, что белый. Но он светло-желтый, очень яркий. Вот он хорошо сюда будет у нас ложиться. И от него мы дальше добавим желтые оттенки. Видите, насколько он мягкий? Прям вот так вот крошится. Кстати, в плане экономии бумаги Cancel Me Tense Touch вообще неэкономная, потому что она, видите, столько забирает пастели. Очень много. Пастельмат это делает меньше. Но я обещала вам, что мы тестим все абразивные бумаги, на всех рисуем. Поэтому, кто тоже попробовал, скажите, как вам Cancel, нравится ли вам. Я знаю, очень многие нравятся. Так, 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 так. Ну что, чуть-чуть зелененького, какого-нибудь такого красивого добавим. Давайте так сделаем. Возьмем желтый и добавим потом туда вот такой вот селеноватый. и растушуем. Вот так. Ну что, красиво, да? Хороший лепесток получился. Осталось его нам сделать более живым. Добавляем полосатости коричневым карандашом. Его тоже потом растушуем немного. Тут можно показать складочки. И чуть-чуть контур сделать у лепесточка, который находится под ним. Чуть-чуть давайте объемчика. Сейчас добавлю на лист слева. С левой стороны. И уже не работает по большому слою. Тот желтый. Возьмем белым. Покажу несколько острых участков. Тут таких. Покажем прожилочки. Ага. Нормально. Нормально. Пятнышки можно, кстати, тоже какие-нибудь рыжие сюда. Там есть такие поместить. Немножко. И давайте дальше идем. Давайте сделаем. Опять что-то я так увлеклась как-то, да? Как обычно. Ну ладно. Сейчас будем 10 часов рисовать розу. Всегда, знаете, я думаю, что сделаю все быстрее, чем это получается. Вообще всегда. Я это знаю. И все равно. То есть я ставлю себе какой-то план, например, да? Когда даже заказ какой-то делаю, никогда не укладываюсь в сроки. Всегда думаю, что получится быстрее, чем на самом деле. Мы делаем с вами лепесток, который слева от серединки, карандашиком, вот таким вот бежево-розовым, стабелом. Не белым, потому что слишком ярко нам будет белый. Нам он не нужен. А вот этот в самый раз. То есть чуть-чуть осветлили. Работаем уже вот с тем, что мы с вами создали. Тут довольно светлый участок, кстати. Ой, что я говорю, довольно темный тут участок. Слева сейчас делаем. И он, видите, такой, как и вот эти лепестки, такой прям серый-серый. Какой-то прям серый-серый. Давайте мы и возьмем с вами серый. Собственно. Этот или потемнее. Потемнее давайте возьмем. Просто они так удобны. У меня в наборчике лежат вот эти бронзил-карандаши, что почему бы и нет. Вот так. Да? И сразу получается у нас вот такое красивое затемнение. Кстати, здесь нужно будет нам поднимать. Смотрите, что происходит. Я сделаю сейчас тот контур почетче, чуть-чуть. Да? То есть вот так вот идет лепесток. И вот этот идет выше. Вот когда что-то уже появилось, намного проще. Да? Уже проще что-то подстраивать. Изначально безумие с этой розой. Хотя мне очень нравится, конечно, все это рисовать. Так. Окей. Этот у нас готов, можно сказать. Давайте только мы ему каких-нибудь таких погрешностей коричневых будем добавлять. Вот такие. Там какие-то моментики уже у розы интересные. Дальше. Переходим вот сюда. Можно левую часть сделать, а потом пойдем с вами тихонечко направо. Так. Это окей. Нужно будет только добавить нам больше туда желтенького свечения. Красиво. Даже вот такого. Я думаю. Ну и видите, как загорелось прям красиво. Все. Делаем теперь вот этот лепесток. Есть там и в какую-то зеленцу, да, участочек. Поэтому зеленый я смело добавляю. И теперь со светом, причем постараюсь оставить фактуру. Она будет нам помогать. Вот так. Хочется, конечно, все растушевать, сами понимаете. Но надо где-то и оставить. То есть вот здесь мы можем еще чуть-чуть смягчить. А вот этот кусочек, он уже смотрится неплохо. Его можно оставить таким. С коричневым нашим добавить. Вот таких вот темненьких участков. Можно даже там парочку. Рыженьких. И контур сделаем. Это будет верхняя часть нашего лепестка. Где посветлее кусочек, я могу белым прям побольше добавить. И перейдем уже вот сюда. Только, только мне хочется туда добавить зеленый. И я бы, кстати, затемнила даже этот кусок. Давайте возьмем какой-нибудь такой темно-зеленый. Сейчас мы его туда поместим, чтобы выделял больше лепесточки наши. Так. Чуть-чуть мягче переходик от цвета к тени. Пускай будет. И давайте вот это сделаем. Такой он прям интересненький. И перейдем вот сюда. Уже правее. Зеленое. Такое зеленое местечко. Вот тут есть. Добавлю прям ярко-зеленый. А дальше мы его перемешаем со светло-бежевым. Будет то, что нужно. А дальше смотрите, как идет интересно. Цвет такой вообще суперинтересный. Здесь идет край в розоватый, как будто, да? То есть, как будто он какой-то вот такой, да? Прям как розовый. Какой прекрасный все-таки этот мелочек вообще. Наслаждение какое-то. Шминки вот этот. Реклама супер, да? Такая правда. Вот потрясающе. Как так делают? Замечательно. Вот просто прикасаешься и он как нежность какая-то. Жалко такого розового у меня тут немного. Нужно что-то с ним придумать. Работу прям такую все розовую сделать. В общем, ладно. Но здесь он подходит. А тут участок довольно холодный. Прям вот какой-то серый, чуть-чуть в синий. Так же, как и будет вот в этой области. И вот здесь. как мы сделаем с вами? Давайте возьмем вот этот серенький карандаш. Я его немножечко наношу, причем так вот по форме этих прожилок. а дальше мы возьмем с вами так вот бежевый. Посмотрим, как они будут вместе перемешиваться. Мы же как бы не можем сделать с вами синий-синий. Нет, нам нужен просто легкий оттеночек вот этого холодного. А дальше очень похоже на этот коричневый, который мы с вами использовали. Его в глубину наношу. Вот так распределяю. Так, ну что, уже нормально. делаем вот эти вот всякие моменты живые на цветочках. там уже чуть-чуть так розы подвивают красиво. Сделали. И нам нужно больше объемчика, поэтому мы можем даже взять с вами и скажем белым чуть-чуть проработать серединку. Добавляем несколько штрихов, они будут похожи и на прожилочки, и в то же время будет такой блеск, свет на серединке. Так. Так, Если ярко, чуть-чуть тоже пальчиком растушевали. идем с вами дальше. Понадобится опять вот этот розовый карандаш. И давайте следить за формой этого лепестка. Он довольно крупный, прям такой важный, да волнистый. Еще он такой, видите, какой красивый. И с правой стороны у него контур с розовым. С розовым. Вот таким. Да, то есть сначала ведете контур одним цветом, а потом можете сразу вот такой добавить. Ой, как красиво будет смотреться. когда начинаешь вглядываться во время работы в референс, да, который мы делаем, то столько замечаешь всяких нюансов, да, оттеночков разных, прям вообще. Кстати, если у меня рядышком есть, я бы взяла какой-то еще, знаете, бордовый такой, сейчас если найду, если не найду, можем взять коричневый. Для того, чтобы он не был открытым розовым, был все-таки более сложным чуть-чуть затемнить. Видите, есть такое тут затемнение, а заодно больше контраста будет. Вот так. Возвращаемся снова к нему возвращаемся и здесь, чтобы с ним нормально поработать, можем показать, как идет следующий листик ниже, чтобы на него не заходить. Вот так вот он пойдет. Все, и теперь с этим работаем, еще чуть-чуть выделяем ему светлые участки. Тут, кстати, вот такой серый, который там есть, он может даже и остаться. он там похож. Немножко коричневого я добавила. Давайте на него посмотрим. это нормально все. Даже вот здесь серая бумага просвечивает, они так довольно похожи. Похожи по цвету, неплохо выглядят. Я бы только подвинула весь вот этот кусочек толстенький сюда. и добавляем, добавляем вот такой вот наш красивый цвет закатный. И рядом с ним чуть-чуть затемнения с коричневым, чтобы его выделять. Ой, так. Вот так снизу вверх растушевываю. смягчаем переходик. кстати, можно еще там чуть-чуть вот сюда желтого. Немножко не хватает яркости. Хорошо. Серединка, видите, так уже подсвечивается у нас неплохо. Чуть-чуть смягчили. И можно капельку капельку для яркости нам белого вот сюда. Здесь у нас довольно темно. Пусть так там и остается. Но верхушечку нужно будет чуть-чуть осветлить. Можно и с карандашом. от линии оттягиваете сверху вниз. И вот такой переходик делаем. Тут и фактура будет определенная, и по цвету слегка подкорректируем. уголочек тут можно чуть-чуть выделить. Белый прям он там не будет, но все равно может быть капельку светлее. Отлично. так. Это мы с вами сделали. Давайте тогда проработаем нижнюю часть. Что тут у нас интересного? Тоже я бы такую карандашную растяжку вниз вот так вот пустила. Осветляем чуть-чуть верхнюю часть. Можно с карандашом белым какие-то участки выделить там где свет побольше. Нижнюю часть нужно будет нам с вами затемнять. Затемнять потому что там довольно темно. Можно сравнить вот этот кусочек с областью в середине розы. Примерно там похожая история. Я сделаю каким образом? я нанесу сначала коричневый дальше добавлю в него капельку красно-розового чтобы очень глухой цвет не получался. Пальчиком вот так постукивая немножечко распределяю. вот так. Можно это то же самое сделать с левой областью но туда добавить потом немножко рыжего потому что там уже потеплее оттенок. Можно кстати и сюда тоже чуть-чуть оранжевого лепестка вот так поярче у нас стало. Окей оставляем идем дальше давайте теперь займемся поисками потерянного лепестка который тут где-то был но его больше нет. и заодно вот этого тоже товарища сделаем. Еще кстати знаете что я такое заметила вот за ним идет кусок вот здесь желто-зеленого и это тоже наша роза и вот он продолжается. Видите сколько всего можно обнаружить во время работы. Это он и есть это он и есть у меня просто он будет более такой вытянутый но не страшно вот он вот он да то есть вот у него светлая площадка тут он поворачивает и идет вот таким образом все мы его нашли мы его нашли и будем его делать теперь красивым здесь видите что опять происходит затемнение справа которого у нас недостаточно для того чтобы выделить кусочек справа светлый вот здесь да то есть сюда прям светленький такое добавляю поглощает весь мелок эта бумага вообще прям видите сколько мелка остается светлый контур давайте тогда сразу сделаем и можно вот сюда его пустить раз уж такое дело фактурку заодно сделаем отлично берем светло желтый и продолжаем перемешиваем два светлых оттенка вот так вот вниз веду капельку вот так растушевали какие-то просветы фактурку вот здесь в принципе можно оставить это красиво выглядит белым только чуть-чуть добавить света здесь у нас форма поворачивать и нужно будет чуть-чуть выделить эту область коричневой добавим сюда какой-то универсальный вот этот коричневый кстати оказался прямо очень мне понравился для животных видите для растений для каких-то теплых теней но не темных замечательно а здесь видите у меня светится такой зеленый нужно будет постараться его оставить это будет добавлять такой живости нашему рисунку хоть внутренний перфекционист хочет закрасить все сделать ровно и подробно и вообще но нужно себя немножко ограничивать ради красоты и разных фактур так можем выделить нижнюю область она темненькая довольно как будто контур прям подчеркивающий толщинку лепестка идет мне нравится как вот здесь у нас кусочек остался единственное слишком он темноват не хватает немножко оранжевого я на пальчик рыжий добавлю и попробую аккуратно сюда его поместить ну пускай так будет и зеленый салатовый про которые вам говорила что он там виднеется у нас давайте вот так добавим даже прям такой яркий я бы оставила можно еще его ярче сделать желтеньким такой красивый салатовый будет продолжаем наш лепесток тут у нас будет несложно тут просто светло желтым мы перемешиваем зеленый это у меня кстати вот этот толстячок это ручной работы экстрасофт мелок от черной речки я давно у них брала когда еще на проспекте мира передвижник не захватил черную речку и там была черная речка вот так фактурку чуть-чуть на передний вот этот светлый краешек у розы складочку такая она там красивая можно сделать но нужно будет чуть-чуть смягчить карандашом не хватает света поэтому возьмем белый мелок возьмем для разнообразия и такой намек на прожилки плюс осветление ну что вроде ничего да хорошая фактура у нас вышла теперь мы сделаем с вами красивую тень вот тут будем ее делать с нашим любимым коричневым но но в комплекте с оранжевым чтобы цвет был поярче вот так да чтобы такой более солнечным получился давайте посмотрим что там дальше так светловат светловат давайте вот это попробуем он еще у нас не фигурировал ну тут он не очень конечно подходит но так ничего где-то был у меня желтенький давайте вот этим сделаем прям такое свечение здесь насыщенное да вот такое прям закатное красивое а здесь уже какой-то серо-зеленый пошел прям вообще этот в зелененький зелененький красивый оттенок розы капельку охры сюда дальше мы с коричневым карандашом тут он прям вообще будет замечательным доделываем краешек заодно вот такие повреждения добавляем на розу ведем вниз видите такой темный участок посерединке тоже его делаем и в самом-самом низу вот этот уголочек видите как шуршит точнее слышите это значит что очень много пастели бумага забирает прям забирает добавила немножко зеленого чтобы затемнить и плюс нужный оттенок туда добавить и сделаем хитрый ход на пальчик наношу зеленый сейчас мы уплотним весь участок лепестка да то есть опять тем же способом мы сделаем с вами изначально цвет темнее дальше мы сделаем цвет более светлым и плюс с фактурой и все у нас будет очень объемно по темноте ну можно еще чуть-чуть как думаете еще немножечко сейчас уплотним в принципе нормально не буду сильно темнить тем более здесь у нас не такой темный можно кстати тут будет подредактировать вот так на референсе видите низ темнее у меня более легкий поэтому я могу так не затемнять лепестки я имею ввиду что в любом случае будут они контрастно смотреться да окей вот этот лепесточек мы с вами делаем кстати знаете что можно попробовать безумно яркий салатовый от бронзил будет будет ли он ложиться вот на эту историю пока слой небольшой он кстати работает он в принципе вот так вот нормально подходит если на краешек мы с вами добавим еще белый то будет нормально все да красиво видите какое-то какое-то применение я ему нашла потому что так он ярковат вот смесями со всей этой красотой которую мы уже сделали вроде то что нужно немножко вниз его продлеваю и и будем уже работать дальше светлым таким серо-зеленым мелком я попробую довольно так широко просто прикасаясь к участкам зеленым добавить фактуру чтобы нам бумажка помогла сама фактуру сделать чтобы мы ее сильно с вами не прорисовывали ну что здесь мы поработали с вами зеленым карандашом потом светлым мелком наверх добавили фактуру теперь коричневым карандашом я немножечко затемняю плюс делаю эту фактуру более похожей идут небольшие прожилочки я их изображаю и иду с карандашиком влево здесь тоже есть какие-то вмятины такие затемнения мы их с вами делаем останется нам что чуть-чуть поработать со светлым давайте даже белый вот так и возьму карандаш еще чуть-чуть прослежу за фактурой и также мы сделаем контур чтобы наш салатовый заиграл и был таким светящимся это только с правой стороны где-то делаем так раз уж белый у нас в руках давайте сделаем контур лепестка сразу который идет выше вот так чтобы нижнюю часть мы могли проработать а здесь что происходит тут идет светло-желтый это уже основание вот другого лепестка который мы еще не сделали вот пускай он так идет так чуть-чуть вот так буду проминать форму и не хватает мне немножко желтого чтобы салатовый был более насыщенным более теплым можно кстати снова сюда капельку желтого добавить так и здесь немножечко я хочу пригасить потому что он чуть-чуть темнее хорошо хорошо белым слегка выделяю середину объемной части лепестка который смотрит на нас вот так и переходим в левую сторону тут я бы снова добавила наш прекрасный розовый сюда он вполне может поместиться вот так чуть-чуть его распределяю и можно с персиковым с таким белым персиковым нашим светло-розовым карандашом так вот облагородить всю эту историю получается переходик от розового к такому желтому в середине даже там я добавила больше каких-то холодных давайте вот этот зеленый сюда немножко еще поместим потому что прям холодный холодный здесь цвет такой немножко то ли с голубым то ли зеленым вот похожий интересный очень и он же сразу пойдет у нас вот сюда на верхний лепесток вот так и давайте мы подберем компанию справа тут свет потеплее опять подойдет наш светло-розовый вот так и вправо он будет уходить будет темнее становиться только по форме чуть-чуть поправим у меня более толстый получился лепесточек здесь он потоньше но в принципе его можно примерно таким оставить по форме уходит он у нас давайте следить куда вот сюда да поэтому здесь его мы доделываем вот так там где в тени вы можете растушевывать и края будут мягко уходить это будет больше объемчика добавлять тут можно проследить как он поворачивает идет вниз так ну что что там нам осталось из интересного да у меня правда более такой раскрытый получается вот этот хорошо это или нет ну вроде так ничего смотрится да вот этот вот лепесточек давайте делать тогда снизу кусок добавлю чуть-чуть рыжего и хорошенько растушую не совсем там конечно оранжевый там скорее кстати вот этот пригодится мягкий это тоже сенелье такой видите он охра такая красивая коричневый чуть-чуть нет не то что он не в зеленый горчичный в общем он такой горчичный и это удобно добавлять с пальчика потому что если добавляем сразу мелком то видите очень много пигмента остается слишком много нам столько не надо зелено охриста оливково серый красивый вот этот цвет такой сложный зеленый я бы его назвала он сюда тоже нам подходит просто цвет сейчас такой плюс-минус подложечку я делаю и дальше давайте мы найдем форму так здесь пошел наш лепесточек какой же он такой интересный смотрите что здесь идет вот передняя часть а здесь идет вот еще кусок вот так вот зеленый вот когда смотришь в общем не видишь все это история как тут все очень любопытно так вот таким вот пускай он будет тут идет основание лепестков которые выше здесь поворачивает вот этот с розовым вот так да то есть важно на самом деле по форме разобраться иначе роза не будет выглядеть убедительно да тут тень добавляем и давайте зеленый вот такой вот конта которые сложные по оттеночку его чуть-чуть сюда приплюсуем перемешиваем можно сюда и супер яркий зеленый брунзил который и со светлым можно даже с беленьким с карандашом мы сейчас проработаем контуры вот так заодно зеленый немножко осветлим перехожу на розовый светленький то что белый будет слишком ярко там работать у нас здесь все-таки тень нам это не нужно заодно с ним доделываем красивые переходики это рефлексик такой светлый будет здесь у лепестка снизу и здесь просто по тону смотрим где светлее чуть-чуть осветляем так да нормально все все хорошо немножечко зеленого мне не хватает сюда я смелка вот так добавлю так и кстати еще немножко зеленого на основании этого листочка так ну что красота завершение давайте яркости сделаем можно с розовым карандашиком пройтись какие-то самые яркие моменты повыделять еще так вроде роза как роза у нас получилось да и интересно гармонирует все-таки видите такой свободный наш фон и наша прорисованная розочка красота такая насколько насколько возможно да мы сегодня прорисовали поэтому какие-то акценты расставляем то есть самое самое такое самое классное самое яркое если где-то не хватает каких-то участков где-то не хватает затемнений где-то наоборот света не хватает все это можно добавить я добавлю чуть-чуть желтого так да мне кажется очень неплохой у нас вышел результат с вами хотелось конечно знаете опять такое живое сделать какой-то экспресс вариант но не получается быстро не получается но зато получается красиво правильно так несколько бликов с белым сейчас поставлю блики ставьте на самые такие ближние к нам центральные выдающиеся участки да то есть то что в тени можно не выделять а то что на нас смотрит выделяем так мне кажется очень неплохо неплохо все вышло ну что давайте финализировать а то знаете я еще чего-нибудь тут напридумываю это может вполне произойти с этой розой что-то еще появится так если работу вы подписываете в правом нижнем углу подписываем давайте я тоже напишу рядом с нашей с названием бумаги будет подпись ну что отлично как мы сегодня с вами плодотворно поработали я надеюсь вам все понравилось и пожалуйста обязательно поддержите это видео поставьте лайк подпишитесь на канал если еще не подписаны и поделитесь с ним своими со своими друзьями с тем кто тоже любит рисовать я думаю это будет полезно увидимся с вами в следующем видео пока пока